сеанс другому человеку делаем все то же самое те же самые позиции что вы делали себе единственное что когда мы настраиваемся приглашаем рейки мы говорим что это сеанс рейки для называемыми человека называем намерения и потом вы уже делаем практику первая позиция у нас это плечи то есть мы минуту на 2 садимся за голову человека и ручки кладем на плечи для того чтобы нам синхронизироваться для того чтобы человек почувствовал нас мы человека это такая предпозиция а дальше уже по инструкции какая у нас была первая позиция глазки лицо когда мы работаем с собой кладем ручки на глазки когда мы работаем с другим человеком мы с ним можем как-то договориться либо я положу только ладошки на лоб пальчики у меня будут на весу вот сейчас у меня так но на лоб я не давлю либо я ладошки совсем опускаю на лицо либо вы знаете как в европе придумали только в европе могли сообразить взять салфетку положить салфетку на салфетку руки вот либо так я как-то люблю большие как ладошки прикладывать колбу а пальчики держать немножечко на весу чтобы не пережимать с человеку нос чтобы не все люди любят без контакта немножко потому что они все люди любят когда трогают лицо можно вообще ручки держать на весу вообще не дотрагиваться нужно это подержали сколько-то времени две три пять минут представляем на вторую позицию как мы переставляем мы две руки никогда человека не отрываем мы переставляем по очереди руки для того чтобы человек не почувствовал что его бросили кинули это первое второе потому что станет резко холодно если мы уберем сразу две руки и поставим их другой мест резкий будет холод когда мы постепенно руки переставляем то создается такое впечатление что наши руки еще предыдущие позиции остались там остается тепло интересно да и как будто бы теперь четыре руки лежат на человеке не важно какой следующий уж весь ощущение что еще руки на висках да еще вот там какое-то время находиться потом потом у нас идет затылок чтобы руки положить на затылок надо как-то это сделать аккуратно голову мы должны поднять мы ее не будем понимать потому что мы нарушим сон человека если она ушла в сон будем как-то беспокоить напрягать есть очень хороший метод мы правую руку если мы правши подсовываем под ухо от правая а левой рукой мы наклоняем на правую сторону на правую ладошку голову подсовываем хвостик подсовываем ручки под затылок и все две руки держим не так и сразу две держит мы себе так не держали на себе держали нет две нет на макушке мы все на затылке держали обе на затылке у тебя левая сверху была правая снизу затылка у тебя затылок и ниже вот так да мы тоже мне казалось что где-то на мнение макушку мим мы не перекрываем вообще если мы берем восточную систему в частности индийскую например то считается если мы открываем макушку мы выступаем как гуру человека мы на него очень сильно можем воздействовать чтобы никакого воздействия не происходило мы не закрываем что точно шеи на шею мы тоже не давим мы человека не душу наши руки довольно легкие что потом тут я перехожу перехожу бог да и ручки я представляю по очереди чтобы не отрывать руки первое второе мои пальчики соприкасаются с ладошкой для того чтобы площадь она будет тогда больше если я вот так ручки поставлю здесь вот как будто бы прерывания энергии и будет два таких на отдельных если ручки ставлю ближе друг дружки то площадь она становится большая площадь покрытия место дальше ниже путь спускаюсь ниже дальше можем сделать такой треугольничек закрываю потом мы идем по ногам там пойдем по ногам я люблю здесь еще бедра взять это просто добавочка такая бедра потом колени я могу по коленям пройти по верху только когда человек перевернется по спине а могу взять каждую ножку подержать тогда мне не надо будет начать перевернется трогать ножки вот это я больше люблю потому что не все на животе любят лежать не всем легко долго лежать поэтому лучше максимально я сделаю много когда человек лежит на спине взяла одну колену одно колено другое колено потом щекотки одна ножка другая ножка поддержите две-три минутки другая ножка потом стопом 1 2 либо я люблю так делать я люблю двумя руками тут подержать когда человек перевернется еще раз тут подержать можно подержать вот тут а когда перевернется подержать сзади и как мы переворачиваем человека мы предлагаем перевернись сохраняя внутреннее состояние на живот при этом я придерживаю человека я не помогаю просто слегка касается чтобы человек чувствовал что я рядом нахожусь что я его не бросила можешь поворачивать голову кладить вот удобно удобно тебе на подушечке на и дальше мы идем работать со спиной четыре позиции помните до 1 2 перебираемся 3 4 это таз мы кладем руку одну на копчик другую на верхнюю часть крестца и вот буквой т так вот и образно мы держим ручки дальше можно перейти к ножкам удобнее так руки класть вы можете кстати с этой стороны но лучше тогда присесть потому что у нас будет спинка вот такая сгорбленная нужно присесть все вы сели на стульчик у вас тут тоже лежит положили ручки либо с этой стороны тоже удобно достать и что можем еще добавить я люблю добавлять еще позвоночник дополнительно просто мне как-то пришло много много лет назад я его добавляю прям хорошие шикарное ощущение особенно если это лежит огромный мужчина где я тогда намеренно прохожу позиции по спине от с отрывом между ручками беру сами плечи прохожу по бокам вот таким вот образом почки беру да а потом я отдельно делаю еще и позвоночник чтобы накрыть эту область тоже дальше мне нужно закрыть сейчас этот сеанс как я его закрываю одну руку я кладу районе 7 шейного позвонка другую руку я кладу на свою левую руку если остаюсь с этой стороны и примерно 12 движений вот таких вот резких я провожу по позвоночнику на выдохе в некоторых школах предлагают вот так держать пальцы позвоночник будет между пальцами вот так мой учитель бенедикт каруш показывал таким образом вот 12 движений совершайте и после этого укладываете ручку на копчик правую который вы работали левую вас остается на седьмом шейном и вы просто ждете ждете когда под ладошками ощущения будут одинаковые вот сейчас я чувствую что под правой ладошкой пульсируют под левой не так сильно я жду когда под правой ладошкой пульсация перестанет и будет все одинаково часа почувствовала вот левая ладошка боль даже не да да надо он ходит даже до локтя я жду я не завершаю сеанс пока не будет одинаковое ощущение под ладошками просто жду пока жду я делаю такой вот круг энергии представляю что от моей левого ладошки к правой идет энергия от правой к левой и она циркулирует по часовой стрелке я просто наблюдаю как она проходит вот это помогает еще и синхронизировать вверх-вниз еще не под ладошками начинают выравниваться и тогда я уже могу плавно убирать руки очень плавно чтобы человек казалось что они еще остались на теле вывожу их из тела и завершая сеанс тем что снимаю начали по физическому телу легкими движениями остатки энергии выравниваю и потом я могу провести руками то же самое просто над телом человека примерно 5 10-15 сантиметров могу третий раз то сделать выравниваю лауру даю какое-то время человеку полежать и предлагаю повернуться на любой удобный бок после этого и через бочок садится просто садится на стол не хочется тихонечко что-то чувствовала тепло и мне очень нравится холистическое массаже есть метод как поднимать человека со стола и его можно тоже использоваться здесь в классике рейки человек просто поднимается да встает а здесь вы можете сделать такой вот возврат осознанности и сказать следующее сейчас ты встаешь на новый участок твоего жизненного пути и сделай этот шаг осознанно можно сказать человеку спасибо обнять его всем сердцем обнять не просто вот лежать и отжать да вот просто обняться животами грудью полностью всем сердцем